Хочешь приобрести элитный набор, а душ не хватает? Тогда советую посетить сайт ProSeller, где ты сможешь приобрести множество персонажей игры Injustice, Mortal Kombat X, а также заполучить большое количество монет и душ по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Все делается быстро и качественно, впоследствии чего твой аккаунт забанен не будет. Ссылка на сайт в описании под этим роликом. Две недели назад в ролике о топ лучших персонажей игры Injustice я сказал, что если мы наберем 3000 лайков, то я запишу топ худших. Не знаю, кто меня тянул за язык, но выбрать худших персонажей в этой игре очень тяжело. Каждый по-своему разнообразен, и выбрать кого-то просто не было желания. После этого в течение трех дней я играл в эту игру, анализировал тех, кого выбирают битву по сети, а кого забросили. Пересмотрел кучу своих старых роликов для того, чтобы найти изъян в каждом персе, о которых пойдет речь. Главной задачей было разобраться в том, правильный выбор ли я сделал. Да, этот топ будет основан на фактах и приукрашен моим супер-мнением. Но это не так плохо, как кажется. Работы над этим роликом было проведено много, поэтому если мы наберем 4000 лайков, я запущу небольшой проект, о котором подробнее расскажу в конце этого ролика. Я думаю, вам несложно нажать на одну лишь клавишу мыши. Большое спасибо за такую высокую оценку предыдущего топа. Появляется стимул создавать ролики такого типа и дальше. Поэтому именно сегодня я наконец-таки написал текст, все проанализировал и готов рассказать вам о топе худших персонажей игры Injustice за 2016, 17, 18 год. Хотя, возможно, выйдет Injustice 2. Да ну, бред какой-то. Давайте начнем. Пятое место на данный момент занимает персонаж, который в 2014 году был просто бомбой в игре Injustice. Мой самый первый золотой перс, либо один из первых. Сейчас сложно уже вспомнить. В общем, это лобо. И не нужно сразу же писать, что он является классным персом. Проблема в том, что я поиграл этим убийцей больше года. И знаю, что раньше он тащил. Но не сейчас. Сейчас его можно взять только что ли из-за того, что он своего рода старичок, которым хочется поиграть заново, дабы вспомнить, как игралось без щитов ранее. Хотя на данный момент это сделать очень сложно. Я помню все его спецприемы и то, на что он способен. Даже пассивка в свое время была просто обалденной. Сказал, как старик, который 50 лет назад с лобо в кабаке в домино играл на кружку пива. Зарнийская физиология. Лобо не уязвим к истощению силы. Сейчас эта пассивка мало чем помогает, потому что персов по типу Найтвига и Лекса никто не выбирает битву по сети. Но два года назад эта пассивная способность могла очень сильно помочь. Помню мне попался Найтвиг, с которым сражаться было невозможно, из-за его истощения на первый спецприем. Но у каждого должен быть козырь рукавей, и в моем случае это был лобо. Я всегда его выбирал и побеждал Найтвинга, Лютера, без каких-либо проблем. Вот что значит правильный выбор персов на каждый бой, а не то, что творится в игре сейчас. Четвертый мир, Лига Убийц, Лекс Корп, Профит. Хотя уже и этой экипы мало кто пользуется, из-за того, что появляется новая, более серьезная, нежели щит и восстановление. Спецприем 1, бросок с крюком, 22 тысячи урона. Даже на сегодняшний день этот урон смотрится не так плохо. Как, например, у Бэтмена на заре справедливости, у которого спецприем 1 наносит целых 8 тысяч. Да, есть шанс оглушения, ну и что, у многих персов есть шанс оглушения, но при этом урон у них больше. Спецприем 2, игре конец, 33 тысячи урона. Конечно, если сейчас посмотреть на персов, у которых на спецприем 2 приходится по 100 тысяч, а то и больше урона, то Лобо смотрится своими 33 тысячами как-то не очень. Взять того же дэдшота, который первым приемом сносит как минимум 39 тысяч, но есть одно но. У Лобо на спецприем 2 идет длительный урон в виде отравления, а именно 15 секунд, что в целом довольно неплохо, и урон на второй прием увеличивается вдвое. И спецприем 3, реальный мужик, 82 тысячи урона. Небольшая справка, этот урон несколько раз фиксили, первоначальный урон на третий спецприем был 69 тысяч, но приблизительно полгода назад его фиксанули до 82. Все же с таким громким названием нужен и сильный удар, что делает Лобо на данный момент весьма неплохим дамагером. Но кто пользуется третьим спецприемом? Кстати, всю инфу насчет фиксов можно найти на официальном форуме игры. Почему я это сказал? Да потому что никто смотреть не будет, даже я не решился искать информацию полугодовой давности. Про самого перса совсем забыл рассказать. Урон 33 тысячи и здоровье 72 900. Даже не знаю, стоит ли советовать команду к этим персам, все-таки это топ худших. Хотя я думаю, многие заметили, что я хвалю персонажа в данном топе, а не наоборот критикую. Все-таки когда-то я ими играл, и критиковать их как-то не очень хочется. Персонаж, которым, по-моему, я даже ни разу не играл. Кроме как сегодня, дабы записать его спецприемы и показать их вам. Того, кого вы маловероятно встретите в битвах по сети, выберите на прокачку. Марсианский охотник. Четвертое место. Обычный. Не темнейшая ночь, которым играет чуть ли не каждый второй. Для чего или кого сделали этого персонажа, непонятно. Но у меня есть предположение, почему этого перса мало кто выбрал. Скорее всего, из-за пассивной способности, которая не то чтобы слишком убогая, но и достойно ее называть очень сложно. Телепатическая атака. При выполнении базового комбо марсианского охотника есть шанс выполнения телепатической атаки, накладывающей произвольный эффект на противника. И это все? Ладно, придираться не буду, у каждого свои минусы. И все же персонажа я мало знаю, поэтому разворачивать долгий монолог о нем я не собираюсь. Расскажу вкратце. По характеристикам, пререканий нет. Урон 29 тысяч. На момент выхода перса этого было достаточно. И 87 тысяч здоровья. В этом плане персу огромный плюс. Мало кто мог похвастаться таким количеством здоровья. Марсианского охотника очень сложно воспринимать как топ персонажа. И я даже не помню, когда он вышел в испытаниях. То ли год назад, то ли он сразу был в игре. Сложный для меня вопрос. Спецприем 1. Фазовый штурм. 19 тысяч урона. Маловато будет. Плюс никаких пассивных способностей на этот прием у охотника нет. Спецприем 2. Удар колонны. 58 тысяч урона. Да, потихоньку я начинаю многое понимать. Пассивка перса не очень. На спецприемы пассивных способностей тоже нет. Есть только на базовый урон, но это мелочь по сравнению с другими персами. И спецприем 3. Сын Марса. Наносит целых 72 тысячи урона. На момент выхода персонажа это не так уж и плохо. Но сейчас взглянуть на него страшно. Я бы мог сравнить его с темнейшей ночью, но зачем? И так понятно, кто будет победителем. Опять же, экиповую команду к ним я подбирать не буду. Потому что они являются худшими. А значит, маловероятно, что ими кто-нибудь будет играть. Не знаю, почему я добавил этого персонажа на третье место в топ худших. Но пассивка у этого перса, как и спецприемы, не самые плохие. Максимум это, конечно, опять же, сыграло роль того, что персонаж старый. О нем все забыли и уже своего рода Орлица стала никому не нужна. Потому что на замену пришла темнейшая ночь. Орлица также является персонажем, которым я поиграл очень мало. Это те персы, которые в игру, можно сказать, были добавлены изначально. И тогда мало кто коллекционировал их, пытался играть за каждого. Скорее, все зависело от удачи. Пассивная способность у него в первую очередь, ну, очень длинная. Во вторую шикарно. Ранее, я признаюсь, честно, даже не знал от такой пассивки. Поддержка с воздуха. Орлица и ее команда быстрее выходят из боя, вступает в бой. На 4 секунды быстрее. Не знаю, чем это поможет, но явно это сделано не просто так. Я никогда не замечал, чтобы персонажи так долго выходили из боя. Когда Орлица выходит из боя или вступает в бой, противник попадает в ловушку и не может менять бойцов в течение 5 секунд. Максимум эта часть поможет при добивании персона. Например, у Флэша остается 20% здоровья. Я меняю Орлицу на Лобо. Тем самым происходит замена и в течение 5 секунд Флэш будет стоять на месте. Наношу спецприем 1 Лобо и добиваю Флэша. Звучит круто, но вот на деле получится или нет, пока что непонятно. Основные атаки наносят на 100% больше основного урона противнику, попавшему в ловушку. Теперь все стало понятно. Одним словом, супер. Пассивная способность Орлицы тащит. Но что насчет спецприемов и характеристик перса? Характеристики стандартны для героя 2014 года. 35 тысяч урона и 69 тысяч здоровья. Спецприем 1 Бросок вперед с булавой. 12 тысяч урона плюс шанс оглушения. Что дает нам неплохие шансы разобраться с противником. До этого я ни разу не касался темы экипировки. Но здесь она очень сильно поможет. Плащ судьбы. Я думаю, вы знаете, что это такое, но все же. Увеличение урона против оглушения на 200%. Комментировать этот момент, я думаю, не стоит. Спецприем 2 Крывавая Война 70 тысяч урона. Хороший урон, но на данный момент недостаточный. Вся надежда на правильную экипировку, но в этом ролике говорить о ней я особо не буду. Спецприем 3 Сила Н наносит 87 тысяч урона. Я думаю, это все. Орлица хороший персонаж, но ей не хватает силы и здоровья, чтобы на все 100 противостоять против того же Дэдшота. Но зато есть Темнейшая Ночь, которая благодаря своей пассивке является неплохим персом с хорошей тактикой. Но о ней мы поговорим в другой раз. Я думаю, многие заметили то, что разработчики вместо того, чтобы фиксить персов, начали делать новых. С более лучшими характеристиками и пассивкой, просто меняя их костюм. Ранее это были Темнейшая Ночь. Сейчас я могу сказать, что это Лучадор. Да, именно второе место. Бэйн. Как только запустили игру, в магазине можно было приобрести персонажей, которые в свою очередь показывали неплохие результаты. Но со временем они становились слабее, и на их место приходили более серьезные персонажи. В лице обычного Бэйна появился Лучадор. О нем я уже говорил ранее и скажу вам так. Лучадор довольно сильный персонаж. Чего не скажешь на данный момент о обычном Бэйне. Верните мой 2013. Тогда я мало разбирался в персах, а в DC индустрии тем более. И для меня Бэйн был этаким Халком, который мог без каких-либо проблем разобраться с Лютером, Найтвингом, Суперменом и даже Бэтменом. Но времена меняются, и как показывает практика, поменялся и сам Бэйн. На данный момент это забытый и никому не нужный персонаж. Пассивная способность, емкость с Веномом. Один раз за поединок, когда у Бэйна остается меньше 40% здоровья, он наносит на 25% больше урона, а все основные атаки наносят критический урон в течение 10 секунд. Классная пассивка, но на данный момент бесполезная, потому что характеристика перса говорит о том, что даже при увеличенном уроне он не будет наносить должный дамаг по персонажу. Для справки, урон у него 25 тысяч, при седьмой лите 50 уровне. Спецприем 1, яростный удар, 16 тысяч урона. У Лучадора 28 тысяч, плюс пассивка на этот спецприем. Чувствуете разницу? Спецприем 2, лазарев захват, 50 тысяч урона. Очень мало для 2016 года, можно сказать, что этим спецприемом только поцарапает Супермена и Инжастис 2. Спецприем 3, убить летучую мышь, 63 тысячи урона. Не намного больше, чем второй прием. Не хочется это говорить, но персонаж очень скучный, поэтому я и поставил его на второе место. Маловероятно, что вы догадались, какого персонажа я поставлю на первую строчку. Все-таки этим персом, возможно, многие до сих пор играют. Я сейчас говорю про игроков, которые только недавно открыли для себя эту игру. И как раз-таки этот персонаж им поможет в самом начале, при прохождении обычных миссий. Еще не догадались, кто это? Я уверен, что многим не понравится эта позиция, но, опять же, топ мой, поэтому я решал, кто же станет худшим. На первом месте у меня Дарксайд. Обычный. Не Апоколипс. Да, наконец-таки я выговорил это. Все время называю его Апокалипсис. Возможно, кто-нибудь задаст вопрос, почему? Я скажу так, после испытания это был единственный персонаж, за которого я даже не стал пытаться играть. Мне не понравилось в нем одно, и это сказалось на всем остальном. Пассивная способность поддержать прислужников. Все бронзовые персонажи в команде Дарксайда получают плюс 300% к здоровью и урону. Если говорить точнее, то ваши бронзовые персы становятся серебром. Да, креативно. И я даже не буду отрицать, что на начальном уровне эта пассивка сильно помогает. Ну а потом, что мне делать с этим персом? По сути, нечего просто забыть про него, как и сделали многие. Главное, это то, чтобы после прокачки перса он мог выручать вас в сложной ситуации. Дарксайд этого не сделает. Конечно, если у вас в команде не бронза, что маловероятно. Насчет характеристик отрицать не буду. На момент выхода персонажа это топ. 41 тысяча урона и 87 тысяч здоровья. Были не у каждого. Но это мало что решало в битве против золота. Спецприем 1. Омега удар. 27 тысяч урона. Неплохой урон, но без каких-либо пассивных воздействий на противника. Спецприем 2 я не могу выговорить. Пламя Апоколипса. Блин, что это за планета-то такая? 41 тысяча урона. Как-то грустно становится, когда у перса с такой вроде как силой спецприем 2 наносит столько же, как в стандартной Харли. В спецприем 3 у меня много обличий. 101 тысяча урона. Здесь нареканий никаких нет. Один из лучших спецприемов. Но урон этот склонялся к тому, что вы будете играть с бронзой. А в сложной ситуации Дарксайд будет вас выручать своими убийственными ударами. Коих, как вы заметили, недостаточно на сегодняшний день. Красочный персонаж с красивой и в то же время бесполезной пассивкой. И не совсем хорошими спецприемами занял первое место в этом топе. Хотя все равно найдутся те, кто будет оспаривать мое решение. И это правильно. Сколько людей, столько и мнений. Записывая этот топ, мне пришла небольшая идея. И я думаю, многие ее поддержат. Если мы наберем 4000 лайков под этим роликом... Да, это очень много. Но этот ролик посмотрит как минимум 20 тысяч человек. И нажать на одну лишь клавишу мыши не так уж и сложно. То я запишу вид ностальгических роликов, где мы будем играть с забытыми персонажами в разных режимах и пытаться тестировать их. Даже сыграем Дарксайдом. Я думаю, это будет интересно. Все в ваших руках. Надеюсь, вам понравился данный топ. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока.